Здравствуйте дорогие друзья, с вами канал Футбол Сибири, сегодня в этом выпуске мы с вами поговорим о дальневосточном футболе И начинаем этот выпуск с матча Скахабаровск-Арсенал Ну уже с первых минут Тульский Арсенал начал очень бодро играть, атаковать ворота Скахабаровска Скахабаровск вообще был условно прижат к своим воротам И благо вратарю Скахабаровска и Мамову, что очень хорошо стоял на воротах, отбивал все атаки Можно сказать, что как глыба стоял на воротах Да, где-то были и попытки на то, чтобы открыть счет и у Скахабаровского Но первый тайм прошел на поддудку Тульского Арсенала Это было видно по игре, потому что они очень атаковали, контратаки, дальние удары То есть Скахабаровск не знал, что нужно делать в первом тайме Просто был растерян После перерыва уже как-то игра ожила Ну конечно уже как-то начал выправлять свою игру Скахабаровска Это было видно по игре Но хотя первый счет, первый гол забили, это Тульский Арсенал И на 62-й минуте открыл счет Акаронква Да, конечно, подумать только сейчас Арсенал забьет и второй гол Ну буквально через 3 минуты, на 65-й минуте Гангапшев сравнивает счет Счет становится 1-1 Игра так заканчивается 1-1 И вообще хочу отметить игру Тульского Арсенала Команда играла очень бодро, очень открыто Скахабаровск был прижат к своим воротам Я не знаю, просто-напросто, на мой взгляд, Скахабаровск отскочил в этой игре Просто Тульскому Арсеналу не повезло Ну а следующий матч, дорогие друзья, это матч Динамо-Владивосток-Квант Ну уже с первых минут Динамо-Владивосток начал как-то владеть преимуществом мячом В отличие от Кванта И как-то пыталась забить быстрый гол Ну к сожалению, я хочу отметить игру, что игра за мяч была очень жесткая Ну под конец первого тайма забил игрок Владивостокского Динамо Дорохов на 43-й минуте И так на перерыв Динамо-Владивосток ушло Ведя в счете 1-0 Ну а после перерыва на 55-й минуте Захаров сравнивает счет Счет становится 1-1 Ну на этом команды не останавливаются Просто-напросто продолжают атаковать ворота друг друга Где-то там и удача не сопутствует Где-то прицел неточный Ну в итоге Фортуна оказалась ближе игрокам Кванта на 80-й минуте И Яковлев выводит Кванта вперед Счет становится 2-1 И к счастью К сожалению для Владивостокского Варнау Для Владивостокского Динамо Это конечно же как-то Просто-напросто Потеряли 3 очка Которые очень важны для того, чтобы Перехти в следующую стадию Второй лиги Ну а следующий матч, дорогие друзья Это матч Сахалин-Калуга С первых минут как-то вот Игра была какая-то равная Между Сахалином и Калугой Было видно, что команды были Просто-напросто заряжены На то, чтобы забить как можно быстрый гол Ну к сожалению первый тайм закончился Безголевым 0-0 Команды ушли на перерыв Но в начале второго тайма На 52-й минуте Игрок Сахалина Альшанский Выводит Сахалин вперед Сейчас становится 1-0 Ну вообще хочу сказать, что игра была Само по себе равная Игроки атаковали друг друга В ворота И было видно, что как-то вот Не хотели проигрывать Ну в итоге Сахалин дожал Калугу До конца И тем самым Увез Тем самым набрал 3 очка Игрок Сахалин Игрок Сахалин